Здравствуйте, мои любимые, здравствуйте, мои хорошие. Решила сегодня дописать этот ролик, потому что вы меня все просили. Это будет вторая часть истории об этой женщине, которая приехала в Германию. У меня есть уже первая часть, вот теперь идет вторая часть. Вот, девочки, так как этот мужчина уже умер, она уже собиралась возвращаться домой. Думала, уже что, что-то мне терпеть, что мне там уже, уже все. И ей, конечно, было обидно за этого мужчину. Она вот понимала все прекрасно, да, что вот, ну что вот жадный, что вот такой злой и все. Но все равно она внутри его как-то жалела, что вот такую несчастную жизнь прожил, что ничего в жизни не увидел. И теперь чуть-чуть время проходит, там уже пока собирались, пока там уже распродавали, все. Они ее попросили, так как она там столько прожила, все-таки, она единственная, которая столько времени выдержала. Вот этот племянник, который часто приходил, он попросил ее чуть-чуть еще остаться. Он сказал, я тебе заплачу все, вот пока мы продадим и это все. Останься, чтобы просто вот, ну, за территорией следила, следила. Чтоб, ну, не растаскали, да, там. Она немножко там осталась, но она уже собрала свои вещи, уже думала домой ехать. И проходит его племянник, этого мужчины, и ей предлагает. А племянник тоже этим же занимался, как его дядя, тоже вот сажал, выращивал, обикультурой, да, вот. И он ей предложил работу. Я знаю, что у моего дяди работала, я знаю, что ты рабочая, что ты такая трудница, сотрудишься, все. Приходи ко мне на работу. И она, долго не подумав, сказала, ну, хорошо, то, и он говорит, и она говорит, ну, а на каких условиях? И он ей говорит, ты будешь жить, я тебе даю жилье, за жилье будешь оплачивать отдельно, там. Мне кажется, 180 марок она платила за жилье. Рядом со мной будешь оплачивать свое жилье и будешь работать. Вот, как люди работают, 8 часов, ты тоже будешь работать 8 часов. Она так как-то подумала, ну, хорошо. Так как она еще всю эту сумму не собрала, то, что у нее в голове было, она идет к этому племяннику работать, на работу. Пошла на работу работать, и она стала замечать, что вот первые недели все вроде бы нормально. Потом она стала замечать, что он все больше на нее, ставит все больше на нее, ставит все больше. И он говорит ей, ты знаешь, я передумала, за жилье ты платить не будешь, эти 180, 180, 160 марок, пускай остаются при зарплате, но ты должна, ты должна, вот это обязана сделать, вот это обязана сделать. Короче, он на нее столько налаживает. Она уже там практически все делала, девочки. И за домом, и поливала, и заказы она делала, и принимала, и копала. Короче, все, ответственность все на ней. Первый месяц он мне заплатил. Второй месяц она подумала, блин, он тоже получает 400 евро, ну, марок, да, как и я. И я получаю 400 марок. Ну, хорошо, он не живет здесь. Ну, лучше бы я платила бы эти 180, но такую ответственность, потому что были, говорит, дни, что я только, говорит, по два часа спала. Настолько, говорит, я работаю, теперь второй месяц, второй месяц думаю, ну, еще чуть-чуть потерплю, ну, еще чуть-чуть потерплю, потому что в моей, где я живу, где я живу, очень сложно было, говорит, с работой. Очень сложно было, говорит. Мизерные зарплаты, и нету этой работы, говорит. я еще потерпела еще вот так она потерпела полгода теперь через полгода он не говорит так ты теперь будешь по субботам воскресенье со мной ездить продавать а он еще продавал вот эти отростки вот это все у него было еще магазин у этого мужчине у этого у этого племянника и она стала уже и посуду с понедельника до пятницы работать а субботу воскресенье она стала работать в этом магазине она проходила магазин только как грузчик как грузчик понимаете и все время каждым разом все хуже и хуже смотрю говорит но вообще это уже играть уже ведь не только его племянника уже отец горит племянника отец племянника приходил и говорил это почему не так это почему не то все ответственность горит нами не оставили постоянно горит на меня ворчали ягод подумал это чего у них в роду что ли такое отец точно такой же какие-то дед был но не зря они не даром они братья заставлял меня ехать с ним три тысячи километров что ли она мне сказала там такую этот за какими-то елками на зиму чтобы елки провести елки продавать она горит наталья я еду с ним а он еще так плохо едет гоняет он взрослый отец горького взрослый богат он гоняет еще вот этот на машине как я подумал я больше никогда не поеду я рискнула своей жизни с ним села за рулю я не за руль я рядом риск русскуюсь и потом приезжаете елки продаю и постоянно какую-то недовольный ягод вот вот так как их поставлю он приходил это не так это так постоянно какие-то претензии мне предъявлял я уже как благодать уйти хочу и все вот хочу уйти и все вот хочу уйти и не могу звоню своим своей матери говорю так и мать нет но потерпи дочка потерпи а у меня уже . газ на выданье у меня . уже горит на выданье это уже дочка взрослая уже дочка на выданье яга все таки рано родила все и думаю ну на свадьбу там чуть-чуть еще и вот так я горит там проработала год еще год два года теперь после второго года горит который я работаю мне говорит субботу приходи в офис оплотим прохожу субботу я еще не приготовил деньги понедельник прохожу понедельник понедельника тоже денег нет у короче знать начал частями быть платить начал частями платить постоянно горьк кита а я тебе потом дадам я тебя потом и вот так постоянно на столько горстья устала настолько котя устал выбор и я уже язык знаю и все знаю теперь я решаю быть найти себе другую работу другую работу и там одна женщина она мне вот я проходила постоянно у нас там покупала а ягод старалась быть ну вот общительная улыбаться всегда хоть хоть у меня не было даже вот 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 никакой радости не было теперь эта женщина мне говорит вот у меня будет во дворе двор большой мне бы хотелось что вот там я знаю что у тебя хорошие руки вот этот чтоб ты посадила вот это чтоб ты посадила то посадила там прибралась у меня можешь прийти я говорю моему начальнику в эту субботу воскресенье меня не жди я магазине приду я нашла себе ну кое-куда пойти мне надо не говорю конкретно куда иду иду к этой женщине посадила там порядок привела и все и она мне 10 евро в час заплатила я подумала ничего себе я заработала неплохо и прохожу и говорю этому начальнику я не понимаю почему ты мне такие копейки платишь он такой если ты можешь себя найти жилье который я тебе даю а ты вот представляешь наталья я тебе сейчас объясняю какое мне жилье выдал это год раньше был горит его гараж ты в тыкаре представь себе какая здесь а зима горит суровая германии да она год очень даже похоже на нашего как у нас в россии не он горит включал горит отопление горит он включал отопление горит у себя у себя даже в парниках но мне отопление горит ночью горит не давал выключал быть понимаешь ему горит даже этот эти цветы были дороже чем я он на мне экономил вовсю он даже дровами дать мне печка там благо печка такая как буржуйка называется я не вот я думаю что такая как старая я и и горит привела я ее порядок привела я горит йогурт через этот окно сделала горси он не даже топить этим горит не пускал почему потому что дрова же понимаешь вот настолько горит настолько горит болгаржатный год он тоже этот племянник это год у них наверное в крови вот я отработала то там то здесь и сказала ему давай оплачивай мне все я хочу уезжать я уезжаю конечно как ему не понравилось грехом пополам гадал как не все эти деньги дал то что горит не должен был я ему тетрадь отдала отчеты все потому что заказы я делала сажала тоже я я тебе горит честно говорю я делала работу который как делают пару людей горит по крайней мере трех человек я работу делала и я узкала я сейчас уйду ты очень сильно пожалеешь он до незаменимых нету да да ты там не беспокойся таких как ты я знаешь сколько могу найти вот так как еще вы даже спасибо не было где откуда ведь ягод очень горит постарела я говорю свое здоровье здесь оставила и приехала домой приехала домой горит но закончила свою квартиру сделала у меня остались деньги закончила свою квартиру сделала ремонт там квартиру я еще горит кое-что горит то что это у меня было купила отдельную тоже квартиру еще одну квартиру купила там сейчас у меня сын живет дочка вышла замуж сыграла я и свадьбу сыграла я и свадьбу а дочка горит со своим мужем горит у меня горит взять год сейчас у меня и внучка есть взять горит неплохо зарабатывает работает все но вот когда вот например мои дети говорят там вот о здесь а ловить нечего может уехать когда я им рассказываю очередь что я прошла чтобы их на ноги поставить потому что я три года с ним три года это 6 лет горит я там это отработала 67 лет короче она там отработала германии на ягод себе горит лишний год разбит газированную воду не покупала чтобы горит ну откладывать понимаешь потому что это все времена горит конечно 400 марок это были хорошие деньги у нас здесь считались хорошие деньги но тогда горит ягод когда я горит уезжала а вот что я забыла сказать когда она у этой женщины поработала и она и заплатила 10 марок в час я не знаю сколько она там пробыла может быть два дня проработал по 8 часов 16 часов и она она говорит что-то заговорились и она говорит да а какая у тебя зарплата я нас когда сказала что у нас 400 она говорит 400 а касса горит платили до 750 800 марок платили вот настолько готовый нас год во всем год обманывал ягод своим детям ну например как привожу вот так вот так вот так но конечно благодаря вот это вот я читала как комментарии там написано зачем она это все терпелась но благодаря тому что я это все вытерпела мой сын горит закончил учиться я смогла его чтобы он учился хорошо чтобы он поступил я же одинокая у него есть отец но отец никакой участия не принимает не к дочери этот отец наоборот если может быть у них просит вот у меня сейчас две квартиры маленький гараж и горит есть ягод купила маленький гараж дети готов устроены сын правда горит не женат ему 30 лет он не женат но он горит не хочет быть пока тоже дочка замужем горит уже горит сколько лет горит живет неплохо дочка дома за внучкой следил ухаживает все тоже с высшим образом . тоже закончила высшее образование между прочим иностранных языков сейчас год у меня нет здоровья сейчас у меня горит нет будет вообще горит силы не осталось ведь потому что то что ягод поняла я бы то что поняла это год не я одна такая таких как я много лет вот я вернулась к себе и были у меня были где-то у меня возможности там и остаться были у меня там ведь возможности с кем-то познакомиться но у меня в первую очередь были мои дети я туда не ехала говорит не свою жизнь обустраивать ничего я туда ехала чтобы поставить своих детей на ноги говорит ну зато говорит пропустила конечно многое моих детства моих детей многое пропустила но дочка меня очень много раз упрекала не понимала меня мол почему что уехала почему ты нас там оставила были дать моменты что тоже упустила ведь многое чего горит так что вы не всегда не всегда вот знаете девочки вот мое мнение да вот может быть когда ты еще чуть-чуть молодая не так понимаешь не так осознаешь да но с возрастом осознаешь потому что есть такой момент есть такой момент да вот например когда вот подростковом возрасте дети на что детям очень родители нужны а потом когда тебе и детям уже там исполняется где-то вот 17 это мое личное мнение 17 лет до 25 до 30 лет они как-то знаете уже независимы так от родители им выгоднее чтобы родители экономно и физи ну деньгами помогал вот тогда а потом уже когда они женятся это все они потом это все осознают и тоже обратно как-то им вот например мне вот мне сейчас очень моя мать нужна он сейчас мне было бы очень хорошо если бы она была бы со мной рядом вот эта женщина мать жива мать жива все но она говорит я и матери здоровья чуть-чуть подкосила потому что нелегко вы за двумя детьми я дочку оставила это уже в такое время когда у нее переходной возраст был мальчика оставила когда он маленький было ему 7 лет что любит мою сыну было ее мой сын гарт очень любит свою бабушку говорит вот знаешь я конечно мать я понимаю все но он говорит моей матери больше тянется прослушивается и все чуть что сразу звонок к ней ежедневно это общается все потому что я упустила когда он больше всего он вам не нуждался для меня там не было там была моя мать ну вот так сейчас горжевый 1 я живу 1 своей квартире и сейчас думаю но вот достроилась свою квартиру или часть это моё мои дети все разошлись и у себя как каждый у себя так что иногда вот иногда это как палка двух концов да иногда не знаешь как вот вот как правильно поступить вид вообще это у меня это чуть что горит у меня это вообще как нервная система расшаталась быть настолько готов из-за этого беда из-за ну из-за этой ситуации да вот мне когда вот говорят германия у меня сразу я прекрасно понимаю что не все немцы одинаковые просто так мне попалась такая семейка вид такая семейка вот такая эти крики да это у меня в ушах как постоянно я когда-то приехала ягод первые два года не могла просыпалась думала как обратно вот знаешь бывало такое представляешь как я вот продукт сработаю вот пришла с работы такой холод и говорит а мне искупаться надо я грязная ягод потная вот так как попала помоюсь только потому что вода холодная горячей воды нету вот только легла я в одежде как ложилась и одеялами как ложилась спать и смотрю как в окно барабанит бум 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 выходи открывай ворота камаз приехал разгружать надо вот вот не знаю почему горит ягод ему не говорила слушай вот так как же за жилье не платила то лучше бы я платила бы за жилье сейчас где тут перевод перематываю быть это все и думаю слушай нот вот дебилка да вот дебилка вот для чего и ради чего просто может быть гордия боялась что вот разочаровать своих родителей свою мать разочаровать детей хотела им как-то вот не знаю вот экономно помочь сильно финансово помочь сильно думала деньги так как я вот выросла простой семье хотела дать им того чего у меня не было это большая год ошибками первую очередь надо гордить себя беречь пошел сейчас это у меня на тоже и давление скачет у меня сейчас и ноги болят у меня и руки болят а где спасибо нету не от детей горит нету спасибо ни от кого наоборот горьми еще мать упрекает да вот если бы не я да вот если бы не я хотя бы бесплатно нам за моими детьми не смотрела потому что ягод ей всю свою жизнь которая ягод с ней прожила да и до копейки готова лагер зарплату а когда год уехала тоже отправляла высылала я себе горит могла быть только это оставлять по 20 марок в неделю быть вот 20 марок вот ты представляешь что можно было быть поесть на 20 марок в неделю ягод вообще ведь ничем себя не баловала вот ничего вот и надо шла дать по магазин думала ой вот это бы попробую нет 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 во всем себя ущемлялами и ради чего вот так девочки вот такая история так что не вышла на там замуж за немца не осталась она там вернулась она к себе и она говорит я рада что я вернулась я рада я хочу жить у себя я люблю свою страну я люблю свой этот если у меня после этого тоже были шансы вернуться поехать у меня остались все таки говорит контакты и все горит но нет мир сказала нет и все нет и все я горит 1 горит своей одной своей знакомой вид подала номер телефона и она с ним договорилась где я работала ты горит и посреди через три недели года наверно сказала да ну ты что это уже невозможно это терпеть неужели и и он говорит ты на нее вообще не похож не похоже как она работала не до сих пор тебе не забыли говорили как она одна сажала год вот это все и я про себя думаю да зато мне не говорили зато мне ни разу не сказали какая ты молодец вы здесь отроем не можете вот это закончить она одна за целый день заканчивал а вы уже второй день трое людей неужели ты это одна все сажала я награда сажала до сажала я когда годом играть вернулась первый раз год меня никто по дороге не узнавал год ягод вообще ходячий скелет было вот так девчонки так что иногда не все это так легко не все бывает легко в этой жизни особенно как вы говорите за бугром у каждого я ник вы все жертвуем чем-то все это такой редкий случай что у тебя вот так все прям замечательно все прям прекрасно понимаете это речащий случай так что прежде чем куда-то вот поехать обязательно девчонки хорошо подумайте хорошенько хорошенько подумайте и не забывайте что язык это очень важно если нет незнание языка незнание языка да потому что если вы думаете вы если знаете английский значит все есть люди есть которые даже свой язык толком говорить не могут не то что на английском так что вот так целую вас спасибо вам за вашу поддержку спасибо за ваши комментарии спасибо вам за ваши лайки спасибо что вы у меня есть желаю вам всего хорошего желаю вам хороших выходных желаю вам хорошего дня мои золотые пока